МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Известно, что более верхние слои горных пород соответствуют более поздним эпохам жизни на Земле, более нижние, более ранним. Если мы будем двигаться стратеграфически сверху вниз, мы пройдем через культурный сной, минуем слой антропогенеза, минуем эру динозавров и аммонитов, погрузимся ниже в палеозой и дойдем, в конце концов, до такой границы, где внезапно палеонтологическая летопись обрывается. Эта точка называется кембрийским взрывом. В Кембрии, 541 миллион лет назад начался Кембрий, появляются практически все известные ныне типы многоклеточных животных, а глубже тишина, как будто произошел акт сотворения. Хотя ученые наталкивались на артефакты более ранние и прежде. Это и в Намибии, и в Южной Африке, геологи немецкие в 1908 году и в начале 30-х годов 20 века, Сприк, который в 1947 году выпустил книгу «Раннекембрийские медузы», хребта Флиндерс Южной Австралии. Но требуется немало мужества, чтобы удержаться от соблазна, объяснить вновь наблюдаемое, неизвестное, чем-то давно известным, как Сприк объяснил находки Эдиакара, медузами и ранним кембрием. И такое мужество нашлось у советского ученого-академика Соколова. В 1952 году Соколов выделил новый период, более ранний в истории жизни на Земле, вент по имени племени вендов или венедов, обитавших к югу от Балтийского моря на охотке Соколова, были обнаружены в Архангельской области, на берегу Белого моря, аналогичное место есть в местечке Эдиакар в Австралии. Я хочу вам рассказать один курьезный случай из детства своего. Мне было 5 лет, это была совсем другая эпоха, советский Баку, Азербайджан, родственники аравами ходят друг к другу в гости, столы полные фруктов, вин, черные икры. С двоюродной сестрой и двоюродным братом мы играли в космонавтов, сестра завязывала нам глаза, водила нас по подоконникам, по шкафам, как будто это разные планеты. И я поспорил со своим дядем, их отцом, тогда он был кандидат геологических наук, доктор наук. У меня книжка была в детстве, живое прошлое Земли, и дядя спрашивает меня, какой период самый первый в истории жизни на Земле. Я отвечаю, вент, он говорит, нет, неправильно, Кембрий. Я говорю, нет, вент. А через некоторое время дома дядя посмотрел, в литературе порылся, говорит, да, появились новые данные, оказывается, вент, ты прав, первый период, в 50-х годах новые данные. Родители мои развеселились. Так или иначе, ныне ученые разделяют историю органического мира на Земле на два иона. Фанерозой, эра явной жизни, начиная с Кембрия, 541 миллионов лет назад. И криптозой, эра скрытой жизни, который заканчивается протирозоем, а протирозой заканчивается вендом, который начался 635 миллионов лет назад и закончился 541 миллион лет назад. Что же произошло? Со стратеграфической точки зрения, понять это не так сложно, в Кембрии появляются скелеты. Появляются панцири, появляются раковины, все это прекрасно сохраняется в окаменелом состоянии. Венда, Бионта были мягкотелые, требуется счастливое стечение обстоятельств, чтобы они сохранились. В этом смысле причина Кембриджского взрыва проста. Но почему это случилось? Функционально. Долгое время в отечественной литературе доминировала гипотеза, что причина была повышение по геологическим причинам концентрации ионов кальций-2 плюс в океане. Мне еще в 2007 году оказалась эта гипотеза, противоречащая бритве Акама, в коротчайшем пути к истине, по прямой, визуальных образах. Мне приходила в голову та гипотеза, которая ныне встречается в школьных российских современных учебниках биологии. Причина была появление отношений хищник-жертва. Появились эти отношения, потому что на опор жизни им стало слишком тесно, а если есть хищник и жертва, то нужно защищаться, нужны панцири, нужны шипы, нужны раковины, нужны вооружения для нападения хищникам, нужны скелеты, чтобы быстро плавать. Все это прекрасно сохраняется. Писали об этом и на Западе. Мария Агилера пишет, что эскалация гонки вооружений вследствие кислородной катастрофы. У меня здесь когнитивный геосназ, прогрессивный ароморфоз, кислородное дыхание и причина того, что хищник-жертва. Но тем не менее. Мак Менамин писал об саде Эдиакара, где никто никого не ел. Дело явно аллюзию на легенду об Эдеме и изгнании из Эдема. Такая же аллюзия приходила в голову и мне. Дело в том, что на теле отпечатков виндобионтов не обнаружило ни единого следа укуса, ни единой царапины. То есть не было, вероятно, в венский период ни хищников крупных, ни трупоедов, ни биотурбаторов. Разложение происходило только микробным путем. Существует гипотеза, что венские животные жили в симбиозе с фотосинтезирующими водорослями. Те создавали для них органическое вещество из неорганического подвоздействия солнечного света. А венские животные являлись поверхностью, на которой могли водоросли осуществлять процесс фотосинтеза. Каким же был мир венского периода, море венского периода? Иванцов и Малаховская красочно описали этот мир в своем атласе венских жителей Земли. Это был мир других материков, других океанов. Сутки были на три часа короче. В году было 420 дней. Закончилось великое оледенение. Когда льды отступили, океан уже содержал в себе многоклеточных животных. Мы их называем животными только потому, что они похожи на ныне существующих животных некоторых. Но мы не знаем до сих пор точно, к какому царству они принадлежали. К животным, к растениям, к грибам. Это были и малютки 2-3 мм длиной, гиганты до полутора метров. Это был мир, где на мелководьях колыхались цианобактериальные маты, сохраняющиеся в виде строматолитов. Колыхались леса лентовидных водорослей. Чарни сами были похожи на водоросли, лепёрышки, вели прикреплённый образ жизни. Кемберелл напоминал о моллюсков. Винтагирус, вероятно, плавал. Трибрахидиум, возможно, тремя ртами заглатывал частицы из воды. Диккенсония ползала. Самая крупная Диккенсония полтора метра длиной происходит из Идиакара. Йоргия выедала под собой субстрат. И Йоргии в глаз сохранились. Йоргии, потому что накрыл осадок. И, как выгромерные, они оказались над тонкой органической плёнкой. Прекрасный, идиллический мир. Уже совсем другую эпоху. Постсоветскую, в суверенном Азербайджане. Подростками я видел самый красивый сон в своей жизни. Я стоял на берегу Венского моря. Вокруг меня скалы, песок, что-то мягкое под ногами, какие-то губки. Что-то напоминающее коралловые полипы флуоресцируют. Сиреневым, бирюзовым, зелёным. И все эти сотни миллионов лет где-то впереди, наверху. Там впереди, наверху. Динозавры жрут своих жертв. Там впереди, наверху. Человеческая история, восстание Спартака. Всё это далеко. А пока безмятежность. И тут подплыл ко мне кембрийский трилобит. Я дотронулся рукой до его панциря гладкого и проснулся. Наступал Кембрий. В следующем выпуске мы поговорим, что произошло после кембрийского взрыва. Спасибо за внимание.